Всем привет! С вами Алена Талаш, управляющий партнер компании Роско. Ранее введенные валютные ограничения вернули граждан в лихие 90-е, в которых пышным цветом процветала продажа валюты из рук в руки. Какие риски у продавцов и покупателей при совершении сделок о продаже валюты на черном рынке, поузнайте в нашем новом видео. Несмотря на то, что с 18 апреля по 9 сентября этого года граждане могут покупать валюту в банках, то заката черного рынка купе-продажи валюты еще далеко. Если в былые времена на рынках можно было увидеть машины с табличками «куплю-продам валюту» и «золото», то теперь объявления о купе-продаже валют размещаются в соцсетях, телеграм-каналах и различных мессенджерах на площадках в сети интернет. В настоящее время банкам разрешено продавать валюту гражданам, но из тех средств, что поступили в кассу банка с 9 апреля этого года. Это означает, что если Петров захочет купить 1000 долларов, то Сидоров должен продать банку не менее 1000 долларов. Но по факту во многих банках валюта просто отсутствует или продается с учетом ограничений. Еще одно послабление было сделано Банком России для желающих купить валюту. Так, с 11 апреля отменена обязательная комиссия за биржевые сделки. Ранее комиссия за операции с валютой составляла 12%. Дефицит валюты, а также невыгодный курс купли-продажи подталкивает граждан к забытому уже в современных реалиях черному рынку валютных спекулянтов. Какое наказание грозит участникам сделок на черном рынке валют? Обращаясь к валютным менялам, многие граждане не задумываются о возможном наказании. Некоторые из граждан уверены, что наказания не будет, поскольку где-то слышали, что налоговики заморозили проверки соблюдения валютного законодательства. Но, как гласит один из правовых принципов, незнание закона не освобождает от ответственности, а ответственность за нарушение валютного законодательства отнюдь не символическое. Совершая обмен валюты, ее участники подпадают под федеральные законы о Центральном банке РФ, о валютном регулировании и валютном контроле. Сделка по купе-продаже валюты является лицензируемой и должна проводиться банками. За совершение незаконной валютной операции ее участникам грозит административный штраф от 75% до 100% от суммы операции. Налоговики могут проводить рейды с привлечением сотрудников правоохранительных органов. В некоторых случаях валютным спекулянтам может грозить и уголовная ответственность. Речь идет о незаконных валютных операциях в больших объемах. Так, если черный продавец при продаже валюты получил доход в крупном или особо крупном размере, ему может грозить реальный уголовный срок. Предпринимателя-продавца могут лишить свободы сроком на 4 года, если доход по сделке составил 2 млн рублей, либо на 7 лет, если доход по сделке составил 9 млн рублей. Решить все разноплановые вопросы юридического характера собственными силами крайне непросто. Поэтому следует не терять время и сразу обратиться за консультацией к профессионалу. Для получения помощи юристов компании «Роско» позвоните по номеру, указанному на сайте. Или оставьте онлайн-заявку через форму обратной связи. Все контактные данные вы можете найти, перейдя по ссылке в описании к этому видео. Наши граждане привыкли рассчитывать на русский авось. В том случае, если участников сделки не поймают контролирующие органы, у покупателя могут возникнуть проблемы посерьезнее. И главная неприятность, которая возникает у покупателя – получение фальшивой валюты. Приобретая валюту банка, как правило, покупатель не имеет возможности проверить купюры на подлинность. Дальнейшее развитие событий может привести покупателя даже к реальному сроку лишения свободы. Например, два гражданина получили поддельные доллары США. Вопрос сбыта фальшивых купюр был решен быстро и просто – откликом на объявление в сети интернет. Гражданин, зная о фальшивости купюр, не пошел в банк, а решил использовать купюры как средство платежа. В итоге мужчины сбыли две поддельные купюры номиналом 100 долларов. Их действия были квалифицированы судом как хранение и сбыт заведомо поддельной иностранной валюты. Несмотря на положительные характеристики с места работы, наличие тяжелых жизненных обстоятельств, отсутствие судимости, мужчины получили год лишения свободы за сбыт 100-долларовой купюры. Покупатель не выйдет сухим из воды, если по незнанию о фальшивости купюры пойдет в обменный пункт. В этом случае кассир вызовет сотрудников полиции и покупателю, придется объяснять происхождение поддельной купюры. Помимо подделки купюр, покупатель может нарваться и на обсчет валюты. Покупая валюты в банке, можно не отходя от кассы пересчитать купюры. Как правило, купля-продажа на черном рынке проходит в спешном порядке, и покупатель может недосчитаться своих купюр. Не исключены случаи и обычного криминала, причем как со стороны продавца, так со стороны покупателя. В результате разбоя покупатель может лишиться рублей, а продавец – иностранной валюты. В настоящее время граждане не так активно покупают и продают валюту. Выжидательная позиция связана с тем, что в феврале-марте этого года россияне забрали из банков свои валютные сбережения. А низкая активность в части валютных сделок обусловлена снижением заграничного туризма и других поездок за границу. Один из российских банков провел опрос по поводу приемлемости покупки валюты на черном рынке. По данным опроса, 9% граждан готовы покупать валюты у спекулянтов при хорошем курсе, а 4% граждан ответили, что для них не играет роли, где покупать эту валюту. Рада, что вы досмотрели это видео до конца. С вами была Алена Талаш. Если у вас остались вопросы после просмотра этого видео, смело пишите их в комментариях к нему. Юристы компании РосКо с удовольствием на них ответят. И, конечно, подписывайтесь на наш канал, где вы найдете массу полезной информации не только для бизнеса, но и для себя лично. Будь в курсе – будь с РосКо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова